В наши руки на один день попал новый телефон от Xiaomi – Redmi Note 3. Удалось ли китайской компании вновь сделать прекрасный, сбалансированный и недорогой девайс? Узнать цены и сравнить товары можно в каталоге онлайнера. Аппарат поставляется в компактной коробке в стиле девайсов от Apple. Внутри стандартный скромный набор – инструкции, кабель и зарядное устройство с адаптером. Главное отличие Note 3 от прошлой модели – это металлический неразборный корпус, который, правда, имеет пластиковые вставки сверху и снизу. Они немного нарушают целостность девайса и никак не передают аппарату дорогой вид. В руке смартфон лежит удобно, ничего не скрипит и не шатается. Слот для сим-карты теперь находится сбоку, а вот места для карты памяти в новой модели не нашлось. Придется довольствоваться встроенными объемами, а это 16 и 32 гигабайта. Что касается внутренней начинки, то со времен Redmi Note 2 практически ничего не изменилось. Все тот же восьмиядерный процессор, тот же графический ускоритель. Единственное отличие – в версии на 32 гигабайта теперь 3 гига оперативной памяти. Приятной опцией от Xiaomi стал сканер отпечатков пальцев, что для бюджетного телефона диковинка. Располагается он на задней крышке под камерой и работает замечательно. Камера в Redmi Note 3 осталась от прошлой модели. Каких-то отличий в качестве картинки мы не заметили. Дисплей тоже от Note 2. 5,5 дюймов и Full HD разрешение на качественной IPS-матрице. Зато емкость с аккумулятора выросла аж до 4000 мАч. Но ощутимые прибавки во времени работы по сравнению с прошлой моделью, где аккумулятор на 3000 мы не ощутили. При сбалансированной работе телефон можно не подзаряжать 2 дня. В целом, Xiaomi Redmi Note 3 оставляет хорошее впечатление. Это слегка доработанный Note 2, приправленный металлом и сканером отпечатков пальцев. На цене это практически не сказалось. Поэтому Xiaomi остается качественным, недорогим и оптимальным смартфоном. Субтитры создавал DimaTorzok